В полицию с заявлением о разбойном нападении обратилась 35-летняя жительница Смоленска. Женщина рассказала, что работает водителем такси. Накануне вечером ее ограбили двое пассажиров, которых она подвозила до кладбища в деревне Селефоново. Молодой человек поинтересовался, сколько стоит поездка, на что я ответила 260 рублей по ответу диспетчера. И в течение нескольких секунд молодой человек достал нож, приставил его к шее. И спросил, хочу ли я жить. У таксистки забрали ювелирные украшения, деньги и хотели отнять машину. Второй его напарник в это время подошел с водительской стороны, сорвал с меня цепочку и, воспользовавшись моим газовым баллончиком, который находился на передней панели автомобиля, брызгал, сделал несколько вспрысков мне в лицо. После чего мне удалось, второй парень вышел из машины, видно от удушья перцового баллона, после чего мне удалось скрыться, то есть уехать с места данного происшествия. Женщина тут же направилась в ближайший отдел полиции. Осмотрев автомобиль, эксперты обнаружили отпечатки пальцев на ручках дверей. Оказалось, что они принадлежат двум ранее судимым. Задержать подозреваемых уже было делом времени. К утру злоумышленников доставили в отдел полиции. Работа действительно очень оперативная. Скажу честно, впервые видела столько сотрудников по происшествию на одном месте. Работа очень дружная, очень точная. И весьма была удивлена, что действительно преступники сегодня с утра уже были на месте и имела возможность опознать. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам ставопреступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», совершенный группой лиц по предварительным сговорам. Данная часть статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Похищенные украшения задержанные уже успели сбыть, а вины молодые люди не отрицают. Сейчас их арестовали и проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. Продолжение следует...